Слон выходит на мост, а навстречу ему идет свинья. Слон посмотрел на свинью и уступил, отошел в сторону. Видишь, что слон ей уступает? Она такая, ой, нифига, какая я крутая, я круче слона, я такая свинья вся, а меня слон испугался, слон трус. Ну она приходит в город и рассказывает всем, да я такая крутая, я иду такая по дороге, выхожу на мост, вижу слона, слон меня увидел, раз отступил назад, потому что слон трус, испугался. Друзья слона встречают, они говорят, слышь, объясни ситуацию, мы как-то не поняли. Свинья ходит по городу и всем рассказывает, как она тебя испугала. Слон посмотрел на друзей и говорит, я ходил к реке, хорошо помылся, покувыркался в лавандовом поле, у меня приятно пахнет, я такой чистенький, хороший, нарядно иду, и вижу, что на мост выходит жирная, вонючая свинья. Я понимаю, что могу просто наступить на нее и разорить, чертова мать, либо сбросить ее с моста и пройти. Но я понимаю, я весь такой чистый и сейчас я испачкаюсь в ее говне и буду такой же вонючей, как и свинья. Поэтому я просто отошел в сторону и все. А то, что свинья там думает, абсолютно меня вообще не волнует. Суть этой истории заключается в том, что в вашей жизни будет куча таких жирных, вонючих свиней, испачканных в говне. И это не значит, что с каждой вам надо цепляться, поняли? Когда вы захотите с зацепиться там, подраться или кто-то попытается вас зацепить и вы начнете фыркать. Сейчас в социальные сети кто-то будет писать вам комментарии, кто-то будет вам писать какие-то оскорбительные письма и все остальное. Если вы будете реагировать на этих свиней, испачканных в дерьме, вы и сами будете в дерьме. Понимаете? Поэтому не надо отвлекаться на этих вот людей, которые очень напоминают тех свиней. Вам надо оставаться чистыми и приятно пахнувшими всегда. Поэтому, когда зацепиться с кем-то захотите, перед этим подумайте. Просто посмотрите на него внимательно. А не свинья ли он? Если он свинья, если он говорит злые слова, вам не надо пачкаться. Есть такая старая-старая мудрость. Из кувшина течет то, чем он наполнит. Вот если человек наполнен дерьмом, из него и течет это дерьмо. И вам не надо за кувшим кровь. Если из человека льется молоко или вино, вы тогда общаетесь с этим человеком, потому что от него идет хорошая позитивная энергия. Он хороший. И общайтесь с хорошим. А если человек дерьмо, и даже если он будет притворяться хорошим, вы должны распознавать его по вонюшему запаху и отодвигать. Не надо с ним общаться, не надо тратить на него силы, энергию, не надо отвлекаться. У каждого из вас есть цель. Часто цель маленькая. Потом она будет расти, она будет становиться больше, больше и больше. И вам надо будет идти к этой цели. Если вы будете отвлекаться на каждую свинью, которая идет по вашему мосту, вы просто устанете, провоняетесь и в итоге просто сами рухнете где-нибудь на пыльной дороге. Понятно? Понятно.